Постоянные магниты То постоянный магнит проявляет магнитные свойства постоянно У любого магнита есть два наиболее сильных, сильнодействующих места Они находятся по краям И вы все видели, держали в руках электромагнит И знаете, что в этих местах больше всего происходит примагничивание Так вот эти места принято называть полюсами То есть полюс, давайте сформулируем Место магнита, где обнаруживается наиболее сильное действие Далее Электропостоянные магниты Постоянные магниты чаще всего бывают либо дугообразные, либо полосовые магниты Ну, так вот выглядит Вам в руки попадались магниты постоянные от, возможно, каких-то электрических приборов Где могут иметь самую разнообразную конфигурацию Но это конфигурация, вот то, что я сейчас назвал Дугообразный полосовой магнит Самый распространенный Любой постоянный магнит имеет два полюса Один из них, называется северный, обозначается буквочкой Н Северный полюс Второй полюс обозначается буквочкой С Это южный полюс Южный и северный Южный и северный полюс Магнитное поле постоянных магнитов Вокруг любого постоянного магнита существует магнитное поле Вот с помощью железных опилок можно увидеть практически это магнитное поле И вот так же самое взять бумажку, насыпать опилки железные и поднести магнит Вот если мы возьмем дугообразный такой магнит Подковообразный И поместим под листочек бумаги То нам вот образуется вот такое вот расположение Опилочек И это и будет как раз они показывают Это маленькие стрелочки магнитные Показывает магнитное поле Если я вот этими местами только поднесу То у меня образуется вот так вот магнитное поле Вот смотрите Вот это вот указаны линии Их линии мы будем называть силовые линии магнитного поля Если два полосовых магнита Северный и южный Поднесем То они будут показывать вот такую вот конфигурацию магнитного поля Если два одинаковых полюса То посмотрите Они как бы отталкиваются друг от друга А тут образуют общие линии Во первом и во втором случае В третьем и четвертом случае У нас вот они Три случая Когда мы с вами рассматриваем образование постоянного магнитного поля Значит Я уже сказал Что вот эти вот образовавшиеся линии Называются магнитные линии Магнитные линии магнитного поля Постоянного магнита Они всегда замкнутые Видите Если мы их продолжим Они в конечном итоге все замкнутся И они будут выходить из Обратите внимание Южного полюса И входить с северного Линии магнитного поля Вот они выходят из южного И заходят в северный Давайте это запомним Нам пригодится Далее Свойства постоянных магнитов Впервые свойства постоянных магнитов Изучил английский врач Гилберт Это еще начало 17 века И выяснил Первое Разноименные магнитные полюса Притягиваются А одноименные Отталкиваются Помните мы с вами смотрели Сейчас только я говорил Как бы образуют общие магнитные Вот они С южного выходят На северный заходят Линии образуются А если два одинаковых полюса Они как бы Отталкиваются От друг от друга Видно что они не замыкаются А раз они не замыкаются Значит происходит отталкивание И второе Магнитные линии Замкнутые линии Он выяснил Вне магнита Магнитные линии Выходят из Северного И входят в южный полюс Замыкаясь внутри Вот еще раз Давайте посмотрим При помощи Магнитной стрелочки Всегда можно Посмотреть Как будут направлены Линии магнитного поля Ну и Тот самый Рисунчик Который мы сейчас Только с вами Смотрели Анимашку Магнитное поле Земли Далее Что бы он Сделал Он изготовил Шарообразный магнит И исследовал его При помощи Маленьких Магнитных стрелочек Вот как мы сейчас Только смотрели И Оказалось Оказалось Что вне Что Он бы как бы Смоделировал Земной шар И оказалось Что Так же Самого Этого Шарообразного Магнита Существует Два полюса Южный Северный И Линии Само собой Будут замыкаться Так вот Что-то похожее Происходит И с Землей Земля Это огромный Шарообразный Магнит Ведь мы Все знаем Что внутри Земли Находится Расплавленное Ядро И Там Происходит Постоянная Циркуляция Расплавленного Вот этого Вещества Возникает Магнитные Токи Вот эти Магнитные Токи Будут Создавать Магнитное Поле Которое Формирует Магнитное Поле Земли И вот На северном Географическом Полюсе Мы Обнаружим С вами Южный Магнитный Полюс А на Южном Географическом Полюсе Мы Обнаружим Северный Магнитный Полюс Значит Географические Магнитные Во-первых Они не совпадают Есть определенные Склонения А во-вторых Они как раз Будут являться Противоположными Определить Где какой Полюс Находится Можно при помощи Компаса Ну Много Вековой Истории Малеплавания Магнитный Компас Компас Остается Самым Значительным Изобретением Ну Большинство Историков Считают Что Компас Изобретен Был в Китае И Только после Этого Попал В Европу Вообще Компас Конечно Это было Замечательнейшее Изобретение Потому что Двигаться По морям И океанам Без компаса Было очень Сложно Если В пустыне Можно было Пользоваться Компасом Ну там Слава Богу Ну Небо Затягивается Очень редко И По звездам По космос По компасу По солнцу Можно было Определять Положение На поверхности То На море Это Гораздо Сложнее Было Ну и Компас Выглядит Вот таким Образом Либо Вот так Как здесь Показано На фотографии Либо Как здесь И стрелочка Показывает Если стрелочку Не блокировать Она будет Показывать Этим Концом Всегда На север Значит Это Южный Северный Северный Конец Стрелочки Он всегда Будет Показывать На север Потому что Там Южный Магнитный Полюс Находится И Противоположная Стрелочка Будет Показывать На юг При помощи Компаса Можно Определять Своё положение Пространстве Что можно Ещё Сказать О магнитном Поле Земли На Самой Земле Существуют Определённые Магнитные Аномалии То есть Отклонения Когда мы будем Пользоваться Компасом Всегда Должны Помнить Об этом Ну Во-первых Бывают Магнитные Бури И тогда Компас Начинает Что называется От ума Сходить Он то в одну Сторон Будет Показывать То в другую Либо Постоянные Такие Аномалии Это Если есть Залежи Железной Руды Потому что Сама по себе Железная Руда Вы знаете Что железо Притягивается Магнитом И сама Железная Руда Является Магнитом Может являться Железный Железняк Залежи Это Магнит И стрелочка Компаса Конечно Будет Показывать Залежи Этой Руды И Савиентироваться Где север Где юг Географический В данном месте Будет Невозможно Магнитное Поле Земли Очень Важная Величина Которая Существует На Земле Она дает Возможность Существованию Биологической Жизни В отсутствии Магнитного Поля Вряд ли Какая-то Биологическая Жизнь Могла Существовать На Земле Потому что Магнитное Поле Зачищает Нас От Излучения Солнечного Излучения Которое Постоянно Происходит В космосе Это потоки Частиц Мельчайших Частиц Протонные Проще Излучения Называются Солнечный Ветер Протоны Электронные Прочие Частицы Так вот Магнитное Поле Тормозит И не дает Им попасть На Землю Вокруг Вокруг Земли Образуется Такое Поле Которое Задерживает Магнитное Поле Которое Задерживает Этот Солнечный Ветер И не дает Этим Частицам Попасть На Землю Это Излучение Для любого Живого Организма Является Смертельным Магнитное Поле Нас Спасает Всех И Дает Возможность Жить Проявление Магнитного Поля И Солнечного Ветра Мы можем Видеть При наблюдении Северного Сияния Или еще Его называют Полярное Сияние Потому что Оно бывает Не только На северном Полюсе Но и На южном И в районах Прилегающих Полюсов Поэтому Мы привыкли Называть Северное Сияние Вот такое Картинке Тут показаны Фотографии Красивое Явление Которое Наблюдается В северных Широтах Оно происходит В результате Как раз Торможение Вот этих Самых Частиц Образующих Образующих Солнечный Ветер Происходит Ионизация Верхних Слоев Атмосферы То есть Воздух Ионизируется И Наблюдается Вот такое Интересное Явление В верхних Слоях Атмосферы И мы Можем Это Наблюдать Свечение Образуется Такое Интересное Свечение Ну вот На этом Мы с вами Закончим Говорить О постоянных Магнитах И Магнитном Поле Земли Как постоянным Опять же Земля является Постоянным Магнитом Желаем Вам успехов Всего доброго